Центральная библиотека города Видное Именно поэтому в свое 20-летие появилась идея совместного литературно-музыкального фестиваля. И нас объединяет в том числе и прежде всего поэзия. Поэзия – это такая молитва сердца. В начале творческой встречи за большой вклад в культуру Ленинского района членам литературного объединения имени Филиппа Шкулева вручили юбилейные медали. А после хозяева фестиваля во главе с Алексеем Зименковым представили несколько своих книг. 700 страниц о тысячелетней истории Видновского края, 90-летней истории Ленинского района и 300-летней истории этого поселения, которое сначала было Видное, усадьба, затем дачный поселок, затем рабочий поселок и, наконец, славный город Видное. Особое внимание в этот день уделили поэту Евгению Зубову. Участникам фестиваля показали биографический фильм о Видновском Есенине. Евгений Зубов родился в деревне Месарова Ленинского района. Семьей Покрасово-Рабочего. Семья была большая и дружная. На творческой встрече прозвучало много личных стихотворений. Наталья Власова поделилась со слушателями одним из самых своих любимых. Гимный свет под куполом струился. Хор о вечной радости вещал. Не карал Господь и не сердился, а прощал, прощал, прощал. Представители от Луганской народной республики и Краснодарского края тоже не остались в стороне. Они не только читали поэтические строки, но и пели песни собственного сочинения. Мы объединены одной целью, одной мечтой, одним желанием творить и передавать, делиться своим творчеством друг с другом. Это уже огромное достижение для каждого из нас. И мы, я думаю, что на этом точно не будем останавливаться. У нас еще все у всех впереди. Артем Аргунов, как и все люди творчества, не сидит на месте. Он живет в искусстве, развивается и воплощает новые идеи. Сейчас у нас аудиожурнал выходит ежеквартальный, одноименный. Выходят музыкальные сборники. Пытаемся потихонечку аудиокниги озвучивать. Два фестиваля в городе. Радиопрограммы записываем. Книжный клуб функционирует. В завершении творческой встречи участники литературных объединений поделились друг с другом теплыми впечатлениями и обменялись памятными подарками.